21 век, электрички не изменились. Слава Богу, не деревянное сидение. Кстати, делал я обзор в Польше на цены, транспорт, польские поезда, комфортные, с удобными сидениями. Даже тот же самый авиаэкспресс, который идет с аэропорта в центр, в Польше стоит в районе 2 евро. У нас это стоит 7, 8, 10 евро почему-то. Картинка, скажем, не очень веселая. Идет снег, холодно. Я сейчас иду в сторону офиса, который находится на Дмитровке. Пообщаемся с Дмитрием. Я подхожу к офису. Есть, конечно, возможность пройти и обойти здание вот с левой стороны. А можно пойти прямо и сократить через магазин. Новодвинтровская, 36, строение 12. Вам сюда, чтобы зайти, нужно просто позвонить. Вам откроют двери. Дима, кстати, с клиентом пока. Из-за этого подождем полчаса. Друзья, всем привет. Находимся в офисе. Заехал сегодня к Диме. Дим, кстати, сегодня именинник. Дим, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, я как раз зашел, тут какой-то человек был. Что за человек? Это парень из Таджикистана. Он хочет отправиться в Европу. Очень популярное направление. Сейчас предложил ему вакансии. Рассмотрели с ним договор. Хочет отправляться до Нового года. Думаю, успеем. Понятно. Вот наших подписчиков, я как админ группы, контролирую постоянно эту ситуацию. Возникают наиболее популярные, актуальные вопросы по иммиграции. В какое направление сейчас выбирают люди? Куда едут? Больше всего люди хотят поехать в Европу. Чаще всего именно этот вопрос задают. Недавно с нашим экспертом из Польши, с Оксаной обсуждали вопрос переезда всей семьей. Как раз хорошая новость. Для детей можно сделать документы в детский сад, школу и другие образовательные учреждения. Какие самые популярные вопросы у наших подписчиков, кроме переезда в Польшу? Кроме переезда. Это работа, которую мы там предоставляем. И как работает наша виза, которую мы также предлагаем. Виза выдается на год. Это важный момент. Также ее можно продлевать без выезда. И вакансии, которые интересуют. Человек может подобрать по своим навыкам, опыту работы, по профессии, ту работу, которая ему подходит и дальше делать карьеру уже в Европе. Кого-то, кстати, бизнес интересует. Были ребята, которые работают поваром. У них очень хорошие навыки и большой опыт. Хотят поехать работать именно на эту вакансию и в дальнейшем открыть свой бизнес, свое кафе. Понял. Кстати, друзья, вот сейчас въезд в Польшу через самоизоляцию 10 дней. Если вы не смотрели видео об этом, по ссылочке переходите. Будет ссылочка. Зайдите, посмотрите, как все это происходит. Как использовать приложение «Карантана Домова» и другие нюансы, которые я лично на себе проверял буквально 3 недели назад. Ну а сегодня я в Москве. Это офис на Дмитровке, наш кол-центр. Дмитрий, вакансии. Какие самые популярные запросы на какие вакансии по Польше, по Евросоюзу? Чаще всего это именно повар, строитель и вакансия водителем. Для женщин это работа флористом, работа с цветами. Очень приятная вакансия, интересная. Много женщин интересуется. Сколько примерно за день, за рабочий день обрабатываете заявок в вашем кол-центре здесь? В среднем от 60 до 120 заявок приходит каждый день. Люди чаще всего, конечно, интересуются Европой. А почему именно? Работа за границей. В чем сейчас актуальность и перспективность этого направления? Стабильная заработная плата и, самое главное, оплата работы в евро. Кстати, друзья, на фоне падения национальных валют, евро уже за 90, зарабатывать это очень выгодно. Приезжать сюда и тратить в рублях или в суммах и так далее. Дмитрий, последний вопрос. Что бы хотел передать нашим подписчикам, нашим потенциальным клиентам? Ребята, исполняйте ваши мечты. Европа, США, эти страны вам доступны. Они вас ждут на работу для учебы и других ваших целей. Мы будем рады вам помочь. Друзья, всем удачи в эмиграции. Привет из офиса на Дмитровке. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok